Сегодня более 20 тысяч учителей школ региона отмечают профессиональный праздник. 5 октября – День Учителя. В этот день учителям посвящаются самые теплые слова, наилучшие пожелания и цветы. Однако наш долг – уважать учителей не только в этот день, но и на протяжении 12 месяцев в году. Ведь нет человека, который бы не учился у учителя. Именно учитель формирует будущее не только гражданина, но и всего общества. По случаю своего профессионального праздника корреспонденты нашего канала посетили школы Кукшетау и пообщались с учителями. Это эти лицеи имени Аль-Фараби. Здесь более 80 педагогов дают образование около 1000 учащимся. Хотя в учебном заведении приоритет отдается IT-сфере, школьники с интересом изучают и гуманитарные предметы, отмечают преподаватели. Маркин Чаинбаева преподает казахский язык и литературу в лицее. Готовит учащихся к различным олимпиадам и единому национальному тестированию. Старается найти подход каждому ребёнку и пробудить в нём стремление к выразительному чтению, грамотному письму, поэзии. В гуманитарном направлении у наших детей высокий уровень образования. Есть много детей, которые хорошо читают поэзию. Есть дети, которые сильны в двух направлениях. Я стала преподавателем, потому что меня назвали в честь учителя, который обучала детей в селе. Поэтому всегда знала, что буду преподавать. Мой отец дал мне это имя, и я оправдала его ожидания. В области насчитывается более 500 школ, где работают более 20 тысяч педагогов. Каждый из них делает всё возможное, чтобы привлечь внимание ребёнка и дать качественное образование подрастающему поколению. У каждого учителя есть свой метод, свой принцип работы с учащимся. Молодые специалисты стараются провести урок по современным меркам, отвечающим требованиям нынешних школьников. Они придерживаются мнения, что во время занятий можно даже показывать отрывки из кино, фильмов. Главное, чтобы тема была интересной и подходила ученикам, отметил педагог Ислан Тимирбек. «Отношения между учеником и учителем должны быть тесными. Я должен знать, чем занимается мой ученик и направить его в правильное русло для его же будущего. Я провожу с ними занятия, используя интернет и развивая их критическое мышление. Я много разговариваю с учениками, приобщая их к нашей культуре». «Преподавательский путь непростой. Педагоги не скрывают, что работать с современной молодёжью непросто. Поэтому они заслуживают особого внимания и уважения». Вероника Цветкова, Фариза Аслабекова, Дархан Мужибаев, Общеакпарат.